МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север, студию Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. Накануне 6 декабря в поселке Красное почти дотла сгорел частный жилой дом. Во время пожара в доме никого не было. Новое назначение. Губернатор Ненинского автономного округа представил своего нового заместителя Александра Дудорова. Авиаторы отмечают день гражданской авиации. Расскажем о представителях профессии, отправляющих самолеты в полет. И в начале выпуска. Ситуацию с проведением организационно-штатных мероприятий в Ненинской окружной больнице губернатор округа взял на личный контроль. Сокращение ставок медицинских работников вызвало большой общественный резонанс. Напомню, как следует из приказа о сокращении штата от 29 ноября 2021 года, подписанного исполняющим обязанности главного врача Ненинской окружной больницы Александром Коробицыным, в ряде сельских поселений будут сокращаться штатные единицы в местных ФАПах и амбулаториях. К примеру, под сокращение попадает 0,5 ставки фельдшера в Лабожском и врача-терапевта в Несской амбулатории. В общей сложности приказ содержит 61 пункт. Эта история вызвала широкий отклик жителей региона в социальных сетях и получила продолжение на еженедельном рабочем совещании губернатора с руководителями органов государственной власти. Открывая совещание, Юрий Бездудный потребовал объяснить руководителя профильного департамента, что происходит на самом деле. Мы в рамках реализации национального проекта здравоохранения под программы КАДР и в рамках реализации программы модернизации первичной системы здравоохранения приводим в соответствие штатное расписание медицинских организаций, чтобы у нас все было четко в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к штатным расписаниям медицинских организаций. То есть мы удаляем те, так скажем, мертвые ставки, которые не заняты физическими людьми. При этом полностью сохраняются все выплаты медицинским работникам. То есть ни один медицинский работник на себе не почувствует вот этих вот изменений организационных, которые у нас сейчас проводятся. То есть заработных плат и физических лиц это никоим образом не касается. Руководитель департамента заверила главу региона, что это мероприятие носит организационный характер и не отразится на деятельности медицинских учреждений. Елена Степановна, хочу обратить ваше внимание и внимание всего вашего департамента на основной момент. Вы можете приводить в соответствие штатное расписание. Это ваше право, вы можете его приводить в соответствие. Но ни одного живого медработника вы не сократите. Мы живем в условиях пандемии, когда на медицинских работниках чудовищная нагрузка. Люди стоят в красной зоне, они с напряжением работают в поликлиниках, они без конца ездят по вызовам. И в этих условиях я не допущу, чтобы ни одного врача-медсестру вы не сократили в этот период. Что касается эпидемиологической обстановки в округе, то за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. У нас идет небольшое снижение уровня заболеваемости. На сегодняшний день у нас на лечении находится 173 пациента. 33 из них находятся в стационаре. Три пациента находятся в отделении реанимации. По статусу состояния половина пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, 15% тяжелые и крайне тяжелые. Лекарственные препараты мы приобретаем с колес, большого запаса у нас нет, только на три недели. Пока есть небольшие сложности, но героически их преодолеваем. Также медики отмечают стабилизацию ситуации по заболеваемости коронавирусом в населенных пунктах Верхняя Пеша и Оксино. Эти два поселения находились на карантине, который был снят накануне. И еще одна новость, которая касается не только ковидной реальности в округе, но и непосредственно нашей телерадиокомпании. У нас со 2 по 5 декабря был международный форум гражданского участия «Мы вместе», который был в Москве. И наш округ представлял проект, проект Ненинской ТРК «Ковидная реальность» о медиках наших, которые работали в красной зоне и в скорой помощи. Проект занял второе место в международной премии «Мы вместе» в номинации «Локальные медиа». Тоже такая небольшая победа на России. Молодцы! Телевизионный фильм «Ковидная реальность» также стал победителем в одной из номинаций журналистского конкурса «Золотое перо-2021». Ненинская телерадиокомпания в свою очередь выражает огромную благодарность всем медицинским работникам округа за их самоотверженность в борьбе с ковидной реальностью. Наталья Дуркина, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Губернатор Ненинского автономного округа представил руководителем органов государственной власти своего нового заместителя Александра Дудорова. Представление состоялось накануне 6 декабря в режиме видеоконференц-связи. В этот же день заместитель главы региона Александр Дудоров приступил к своим обязанностям. «Будет курировать вопросы МЧС, взаимодействия с Министерством обороны, военкоматом. Александр Николаевич имеет большой опыт управленческой работы. Он закончил Голицынское пограничное училище, прошел все руководящие должности. Одно из последних мест работы глава Александровского района Владимирской области и последнее советник губернатора Рязанской области». В свою очередь Александр Дудоров поблагодарил главу региона за оказанное доверие. «Возглавить такое непростое и ответственное направление в регионе. Уверен, что с вашей поддержкой, с помощью коллег и учитывая мой предыдущий опыт работы, мы справимся со всеми задачами и сделаем все возможное для безопасности нашего региона и будем совместно работать во благо жителей нашего округа». В соответствии с окружным законодательством, кандидатура заместителя губернатора должна быть также согласована с собранием депутатов Ненинского автономного округа. Частный дом в поселке Красное сгорел дотла накануне 6 декабря. В 12.10 на диспетчерский пульт поступило сообщение об открытом горении тамбура жилого дома. В 13.35 пожар ликвидировали. На этих кадрах очевидец заснял, как горит частный дом в поселке Красное. На момент происшествия в помещении никого не было, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но материальный ущерб существенный. «На место пожара сразу же выдвинулись силы и средства пожарной части поселка Красное в количестве двух единиц техники и шести человек личного состава. Также для тушения этого пожара были привлечены средства пожарной части города Наринмара в количестве пяти человек и одной единицы техники». В 13.35 пожар ликвидировали, но строение восстановлению не подлежит. Имущество утрачено. В настоящее время ведутся проверочные мероприятия по установлению причины возгорания. Что касается общей статистики, возгорание за 2021 год, то она настораживает. «В этом году у нас на протяжении всего года наблюдается рост количества пожаров. Это у нас уже 138-й пожар на сегодняшний день за год. Причем за весь прошлый год произошло на территории округа 117 пожаров. То есть мы уже, так скажем, превысили всю прошлогоднюю цифру, а этот год у нас еще не закончился». Сотрудники оперативной службы призывают граждан быть внимательнее и осторожнее, берегите себя и своих близких. «Образование – важная сфера жизни и роль школьного педагога сложно переоценить. Выявить лучшие команды учителей, провести для них образовательные программы, объединить общей целью идеи – такова задача конкурса президентской платформы «Флагманы образования». Реализовать свои педагогические качества и знания просто. Достаточно подать заявку на участие в этом проекте. Подробности в нашем сюжете. По всей России полным ходом идет заявочная кампания на участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель конкурса – выявить и поддержать талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Для участия в конкурсе необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации, руководителей первого и второго уровня классных руководителей, учителей-предметников. Призеры получат возможность проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны. В конкурсе нет ограничений. К участию приглашаются как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Мы расширяем конкурс действительно для того, чтобы у еще большего количества людей в нашей стране была возможность реализовать свои таланты и свой потенциал. Нам бы очень хотелось, чтобы учителя, которым мы благодарны за их труд, становились руководителями школ, становились руководителями департаментов образования, министрами образования, выходили на федеральный уровень. Я желаю всем успеха и с нетерпением ждем наших участников. Участие в конкурсе бесплатно. Заявите о себе. Регистрируйтесь на сайте флагманыобразование.рф 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации, благодаря которой у людей есть возможность путешествовать, получать посылки и своевременное оказание помощи в случае чрезвычайных ситуаций. О тех работниках, без которых ни один летающий аппарат не сможет подняться в воздух, расскажет Елизавета Кабанова. Рабочий день техников начинается в 6.30 утра. Ведь перед вылетом необходимо проверить вертолеты и самолеты на техническую готовность. За уходом Ми-8 и Ан-2 отвечают разные техники. Каждое воздушное судно имеет свою специфику. Проверка двигателей, обогрев летающих машин – ежедневная рутина. Зима сурова не только к людям, поэтому в этот период процесс подготовки к вылету занимает чуть больше времени. Приходим с утра, начинаем, пока идет осмотр самолета. Потом начинаем обметать самолет. Мы ставим подогреватель для выявления дефектов. То есть, когда пришел экипаж, самолет уже был исправен полностью, готов к полету. Ми-8 и Ан-2, без которых жители Заполярья не могут представить свою жизнь, находятся под крылом таких людей, как Николай. В профессию он пришел около 20 лет назад, но все еще любит дело, которое выбрал когда-то в молодости. Все началось с интереса к велосипедам и мопедам. А сейчас, благодаря Николаю, воздушные суда округа всегда готовы к полетам. Перед каждым вылетом вертолета и после полетов выполняется оперативное техническое обслуживание, заключающее в осмотре двигателя, систем, заправки его сжатыми какими-то газами, горюче-смазочными материалами в соответствии с заданием на полет. То есть, все это тоже оговорено в эксплуатационной документации. У нас так называемый регламент, где все написано, что делать непосредственно перед вылетом. Перед вылетом техники передают всю информацию экипажу, а уже после полета получают обратную связь от бортмехаников. Все выполняется по четко прописанным инструкциям, потому что ошибка может привести к непоправимым последствиям. Техники также следят за тем, чтобы все воздушные суда прошли специальный осмотр, который происходит через каждые 100 часов полета. Вот это так называемая печка керосинового обыкновения КО-50. При периодическом техническом служении тут осматривается свечка зажигания. Здесь вот она находится под винты. Откручиваешь, достаешь, проверяешь искрообразование, зазоры. Потом что еще? Откручивается, снимается полностью. Колорифер – это так называемый теплообменник. Среди техников есть шутка, что вертолет держится на проволоке, так как каждый трубопровод и винтик закреплены проволокой, чтобы во время полета все было на месте. Помимо этого смазываются все движимые части вертокрылой машины. Каждые три года техники проходят переобучение, чтобы всегда быть на страже безопасности пассажиров и экипажа. Каждый винтик на воздушных суднах важен, а следят за их состоянием как раз воздушные лекари. До Нового года осталось меньше месяца. Праздничное настроение для жителей региона уже начали создавать предприниматели. Костюмированные сотрудники в обличии Деда Мороза, разнообразие елок от искусственных до живых встречают нас в магазинах и не только. О том, как готовиться к самому долгожданному празднику предпринимателей региона и как выиграть главный приз за участие в городском конкурсе, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Ольга Кокорина участвует в этом конкурсе впервые. Девушка уже подготовила новый кабинет, чтобы все ее мечты воплотились в жизнь. Я давно знаю об этом конкурсе, то, что он проходит от администрации города. Но времени, возможностей не было. Хотя, в принципе, времени у нас никогда не бывает. Очень сложно его найти, потому что работы у нас всегда очень много. Но в этом году решили попробовать. Сделали ремонт у себя в помещении, в этом новом помещении. Хотим его красиво украсить и поучаствовать. А если мы выиграем и получим денежный приз, деньги, конечно же, уйдут в работу. Ольга Кокорина уже создала бренд, логотипом которого является олень. Приоткроем завесу тайны. Именно этот символ станет главным новогодним украшением помещения. Идей в голове очень много. И, к сожалению, раскрывать мы их не будем. Единственное, я могу сказать о том, что это обязательно будут олени и обязательно будут ненецкие орнаменты. То есть это основное, что будет. А остальное все останется немножко в тайне. Это будет уже для комиссии и для наших клиентов, чтобы они видели, радовались тому, что мы можем сотворить и что мы можем сделать. Одно из условий конкурса – украшение прилегающей территории. Будь это магазин или швейная мастерская. Соблюдение новогодней тематики дает преимущество и баллы в битве за призы. Однако предприниматели каждый раз сталкиваются с трудностями. К примеру, в прошлом году один из победителей магазин «Грасс» слепили снеговика олова, который был несколько раз разобран на мельчайшие запчасти неравнодушными жителями региона. Естественно, его разукрашивали, красили, как-то вот все. Изначально он был прекрасен, он был великолепен, олов. Но, к сожалению, вот некоторые, видимо, особый интерес проявляют к таким поделкам. Сначала была морковка оторвана, потом еще что-то. То есть, как бы печально. И приходилось несколько раз его делать, мастерить. Вот, наверное, раза три-четыре мы его делали, собирали. То есть, приходили на утро на работу и, увы, там олова не было, то есть, были останки от него. Вот, печально. Но ничего, мы его все-таки сделали. На конкурсе он у нас был, когда комиссия была. Вот, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы с пониманием люди относились, особенно ребята, потому что все это делается именно для них. Несмотря на то, что Ирина Рудиченко вместе с командой заняли третье место в уходящем году, а в этот раз в конкурсе не могут принять участие, все равно не отказываются от новогоднего оформления. При этом у них припасено множество необычных новогодних решений. Над кассой сделана такая еловая гирлянда, которая тоже будет в дальнейшем преображаться. А сзади меня стоит елка, в которой тоже у нас есть некие задумки, как ее украсить под наш стиль магазина. У нас придумана интересная задумка, сделана на декабрь месяц. Адвент-календарь. Это сейчас очень модно, это сейчас очень интересно. Многие используют его. То есть мы каждый день открываем окошко день календаря, и там получается у нас какая-то акция, скидка, подарки. В этом году конкурс на лучшие новогодние оформления уже собирает заявки от предпринимателей. Традиционно он пройдет в два этапа. Первый включает в себя проверку заявок на предмет допуска к конкурсу, чтобы предприниматель осуществлял деятельность именно на территории города, относился к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также отсутствовала задолженность по выплатам налогов. Второй этап – это выезд комиссии на объект. Предприниматели должны украсить прилегающую территорию на предмет наличия ели, наличия каких-то фигур, наличия светового решения. А также оценка будет производиться самого помещения. Помещение будет оцениваться в части наличия ценников новогодних в меню, пресс-курантов, также наличие образа сотрудников новогоднего и, конечно же, самого помещения новогоднего. Ну и, конечно, будет даваться оценка в целом по какой-то тематике или образу самого выбранного предпринимателем новогоднего образа. Для участия в конкурсе необходимо до 21 декабря предоставить в мэрию пакет документов. Заявки на участие принимаются по адресу улица Ленина, дом 12. Работу участников оценит конкурсная комиссия 12 января 2022 года. Победители будут награждены сувенирной продукцией, благодарственными письмами и грантом в форме субсидии в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Антон Былряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Верить в чудеса. У главного волшебника страны начинается горячая пора, ведь Новый год уже совсем близко. Почта Деда Мороза уже принимает письма. О чем мечтают современные дети и как донести свои желания до главного деда страны, расскажет Катрина Тайбарей. Самое волшебное время года наступило, а значит, пора думать над желаниями, которые можно загадать на Новый год. Для репетишек этот праздник особенно желанный, ведь подарок под елку принесет сам Дед Мороз. Дети Ниньского округа уже думают, что написать Дедушке Морозу и в письмах рассказывают о своих заветных желаниях. Я бы хотела какую-нибудь игру настольную. Я буду писать, уважаемый Дедушка Мороз, можно ли, пожалуйста, футбольную форму и футбольный мяч? Я верю в Деда Мороза, потому что в него верят все и как бы он, да, я верю, что он существует. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Я очень хочу себе плюшевую уточку. Можно, пожалуйста, ты мне ее подаришь на новогоднюю ночь? Я верю в Деда Мороза и хочу подарок на Новый год. Это настольный хоккей. Я в музыкалку не хожу, но я хочу научиться играть на гитаре. Дорогой Дедушка Мороз, это я, Юля. Я хочу себе на Новый год гитару. Ребята верят в чудо и с нетерпением его ждут. А доставить все пожелания ребят прямо к доброму волшебнику поможет Почта России. Почта для писем Деда Мороза уже начала свою работу. Традиционно Почта России проводит акцию «Письма Деда Мороза». Отправить свои пожелания, поздравления Деду Морозу вы можете в период с 1 по 31 декабря текущего года. Для этого мы в центральном офисе на Смедовичу 25 установили специальный ящик с информационной табличкой, где изобразили главного волшебника страны и адрес, на который необходимо отправлять письма. Чтобы письмо попало к получателю, важно правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. Сотрудники Почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В этом году уже отправили первую партию писем. В прошлом году акция состоялась. По всей России отправлено более 220 тысяч писем в резиденцию Деда Мороза. По северо-западу это порядка 20 тысяч писем. Из Нинецкого автономного округа ушло в резиденцию Деда Мороза более 2 тысяч писем. Дети не только ждут подарки от Деда Мороза, но и сами в своих письмах стараются сделать ему приятное. Поздравляют с Новым годом и отправляют дедушке свои рисунки. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.